Я расскажу одно свидетельство и совершим одну молитву, которая, возможно, здесь есть пару человек, кому это нужно, но кто нас смотрит, возможно, там есть тысячи, кому это нужно, потому что аудитория, кто нас смотрит, большая, кто пересматривает потом. Потом пастроина ходила к одной соседке в гости просто, и у нее были подруги, и слово за слово выяснилось, что женщина, женщине уже 42 года, семья точнее, конкретно была женщина, и 42 года они пытались, сделали все, не могли иметь детей. 42 года. Кто-то уже рожать не хочет в это время, понимаете, да? Люди все, что могли, сделали, не могут рожать детей. И Инна сказала по обыкновению, да, я сейчас помолюсь, и все, и у вас в следующем году будет ребенок. 42 года. Люди уже столько перепробовали все, вы понимаете, да? И вот помолилась, и вот она встретила свою соседку, и говорит, ты представляешь, она забеременела, ждут ребенка. Как раз год прошел, как ты и сказала. Слава Господу! Знаете, вот о чем я подумал. Это сильнейшие инструменты, которые у нас есть. Исцеление. Когда нас пытается критиковать кто-то, говорит, ну, в вашей церкви слишком много уделяют время исцелению. Ну, люди нуждаются. Люди нуждаются в исцелении. А как? А что нам сказать? Идите, грейте, питайтесь, идите в больницу. Они приходят, чтобы исцелиться. Это хорошо, что вы выходите на молитвы сюда. А куда идти? А кто поможет? Ну, ладно, со здоровьем еще как-то может пытаться помочь медицина, пытаться. А демонов они же не изгонят. Только церковь может изгнать демонов, разрушить что-то, что связано с демонами. Потому я вот так подумал, как здорово, что мы можем завладеть сердцем людей, их вниманием, предложив им просто молитву, предложить им исцеление. И те люди, они были традиционно верующими, но им это не помогло. Но иногда нам нужно просто взять и сказать, так, я помолюсь, это произойдет без всяких но, и в следующем году у вас будет ребенок. И вот тогда это случается. Когда без всяких но. Давайте это использовать для тех людей, которые нас не слышат, которые не хотят слышать там о церкви что-то. Окей, вам нужен ребенок, хорошо. Не надо о церкви. Будет вам ребенок. Вам нужно еще что-то. Хорошо, будет вам это.